Друзья, всем привет! С вами Oryx и канал StableDiv. Сегодня мы поговорим об IP-адаптерах. Узнаем, какими эти IP-адаптеры бывают и как ими пользоваться. Сразу скажу, что IP-адаптеры это очень удобная штука, особенно для дизайнеров, для тех, кто обрабатывает фотографии, меняет на них одежду, прически. И большой плюс этих IP-адаптеров заключается в том, что вы используете по максимуму референсное изображение и по минимуму промпт. И процесс генерации с этим IP-адаптером становится значительно легче, потому что описать какой-то объект или стиль достаточно просто, используя референсное изображение. А вот промптом его описать – это целое искусство. А теперь давайте посмотрим, чему мы научимся в этом видео, используя IP-адаптер. В этом арте использовалось вот такое вот референсное изображение. Оно достаточно некачественное, размытое. И с помощью промпта и одного IP-адаптера здесь было получено вот такое вот уже изображение. Это изображение уже достаточно качественное и четкое. А вот это вот изображение уже повернутое, и оно было получено путем смешения вот этого вот референсного изображения и вот этого вот направляющего слоя. Здесь аналогичная ситуация. Вот этот вот стиль был взят с референса. Это сделано, по-моему, в Миджорне. И вот такой вот направляющий объект. И на выходе получается вот этот вот стиль, вот с такими вот контурами. То есть какое-то подобие шлема здесь получилось. Здесь тоже все аналогично. Был взят вот этот вот референс, который задает стиль. И были взяты различные позы, в которые был вот этот персонаж поставлен. В этом арте использовалось два IP-адаптера. В одно погружено вот это изображение, в второе вот это. И на выходе получилось вот такое вот изображение. Но IP-адаптеры использовались разные. Вот эти изображения были получены вот с этого референса. Но здесь использовались четыре IP-адаптера. Первый вот этот вот IP-адаптер плюс. Второй IP-адаптер плюс плюс фейс. Второй просто IP-адаптер. И третий IP-адаптер лайт. Из всего этого можно точно сказать, что IP-адаптер плюс максимально придерживается стилю. А другие IP-адаптеры, они от этого стиля немножко отходят. Но в некоторых случаях это может быть даже актуально получить смесь стилей. Все эти четыре адаптера вы сможете скачать на Boosty. Они будут приложены к этому видео. А еще на Boosty вы сможете посмотреть вторую часть видео, о которой я сейчас буду рассказывать. Во второй части видео, которое на Boosty, мы поговорим о том, как создать вот такой вот текст. Причем вот этот текст создается прямо в автоматике. И в качестве референсного изображения берется вот такая вот текстура. Здесь тоже все аналогично. Пишется текст, берется вот такая текстура. На выходе получаем вот такой вот красивый текст. Здесь уже поинтереснее создается логотип на основе текста. То есть берется вот такой вот референс, получается вот такой вот логотип. Тут в общем-то то же самое. Делается логотип, но текст здесь более вписан в сам логотип. Это тоже очень неплохо работает. И здесь уже более интересно. Мы берем вот такое вот изображение. И хотим на нем поменять одежду в соответствии вот с таким вот референсом. То есть здесь мы выделяем вот эту вот часть тела. И вот с этого референса перенимаем вот эту одежду. Здесь у нас вот такая вот фотография, на которой мы хотим поменять одежду. Но поменять одежду не просто на какую-то, а конкретно на вот такую вот, вот с этого референса. Причем эта одежда здесь достаточно точно повторяет ту одежду, которая находится на референсе. И второе изображение – это то же самое, но сделано уже с другим IP-адаптером. Здесь, в общем-то, то же самое, но это уже арт. А здесь мы делаем замену лица без руб подобных расширений. Да, оно будет не очень похоже, но зато стиль более-менее сохраняется. Теперь давайте перейдем к практике. Первое, что мы сделаем – мы установим вот эти вот 4 IP-адаптера, которые вы можете скачать на Boosty в автоматик. Переходим в вашу папку «Автоматик», открываем здесь «Models», находим «Ctrl-Net» и вот сюда вот закидываем IP-адаптера. На этом установка закончена, и нам остается только перезагрузить наш автоматик. В нашей работе мы будем использовать IP-адаптеры для модели 1.5. Они работают лучше и быстрее, но если вы по каким-то причинам хотите использовать для модели SDXL IP-адаптер, то я его тоже приложу на Boosty, он будет называться вот так вот – «XL-IP-адаптер». Восстанавливается IP-адаптер для модели XL абсолютно так же. Можете его тоже скачать и закинуть к себе. Но работать я с ним не советую, потому что результат с ним хуже и работает он дольше. Сейчас мы давайте попробуем повторить вот такой вот скрин. Я использую модель Photon. Вот такой вот простенький промпт я прописал. Киборг-человек в костюме. В качестве негативного промпта мы можем использовать классический негативный промпт, который исключает всякие мутации, дефекты и так далее. А можем использовать текстовые инверсии. И причем я заметил, что именно текстовые инверсии, они работают получше, особенно с артами. Поэтому здесь я ставлю две негативные текстовые инверсии. Easy Negative и Very Bad Image Negative. Эти две негативные текстовые инверсии я тоже приложу на Boosty к этому видео. Чтобы установить вот эти вот негативные текстовые инверсии, скачивайте их с Boosty и кидайте их в папку Embeddings, которая находится в вашей папке Автоматик. После этого перезагружаете Автоматик, и они у вас будут доступны. Я обычно Sampling Steps указываю в районе 25 для обычной генерации, но то, что связано именно с IP-адаптером, здесь желательно указывать 40, может быть даже 50. Я перепробовал здесь разные сэмплинг-методы, и вот по скорости и по качеству генерации оптимальными будут DPM++2M Keras и еще Sampling D-Dim. И причем при использовании сэмплинга D-Dim получается результат такой достаточно мягкий, а вот при использовании DPM++2M Keras получается результат более сочный, насыщенный. Размер изображения обычно тот, который вы используете для генерации с моделями 1.5. Я устанавливаю разрешение 768 на 768. Переходим ниже и открываем Ctrl-Net. Теперь мы должны в Ctrl-Net закинуть референсные изображения. Вот эти вот референсные изображения, которые я использую в видео, я их тоже приложу в Boosty, чтобы вы могли потренироваться. То есть берем, закидываем сюда референсные изображения, включаем Ctrl-Net, первую вкладку. Вам, кстати, нужна будет многовкладочность. Если не знаете, как это сделать, то вам нужно будет перейти в Settings, Ctrl-Net и здесь нужно будет выбрать мультирежим. Мульти-контрол-нет. У меня стоит три вкладки Ctrl-Net. После этого нажимаете Apply Settings, Reload UI. И у вас вместо одной вкладки будет, как у меня, три вкладки. Потому что нам для работы с Ctrl-Net, с IP-адаптером, нужно будет как раз-таки три вкладки. Теперь выбираем вот здесь IP-адаптер. Смотрим, что при процессор выбрался для SD 1.5. И модель выбираем не XL, как стоит по умолчанию, в том случае, если вы XL себе туда закинете, а выбираем IP-адаптер плюс. Почему? Потому что IP-адаптер плюс максимально придерживается стиля референса. Здесь нам больше менять ничего не нужно, и мы можем уже запустить генерацию. На выходе получаем вот такое вот изображение. Это изображение можно еще дополнительно парапскейлить, но как делается апскейл, у меня есть на это дополнительное видео, поэтому здесь я об этом говорить не буду. Если вас что-то не устроило, вы можете перегенерировать, потому что сид стоит случайный, и небольшие вариации в этой генерации, конечно же, будут присутствовать. Теперь, если мы хотим наше изображение вот так вот повернуть, то мы выбираем дополнительный Ctrl-Net, включаем его, выбираем модель Depth, и закидываем сюда второе референсное изображение, с которого будет браться поза нашего персонажа. В этом случае это вот эта вот поза, то есть когда он повернут и смотрит в камеру. Все, теперь запускаем генерацию. В итоге мы получаем вот такое вот изображение. Качество здесь оставляет желать лучшего. Почему? Потому что модель достаточно сложная, деталей здесь очень много, и на референсном изображении, которое мы использовали как карту глубины, здесь тоже деталей очень много. Все это смешивается и начинает конфликтовать между собой. Для того, чтобы это изображение нормально прогенерировалось, нам нужно понизить этим моделям Ctrl-Net Engine Control Steps, то есть остановить работу этих Ctrl-Net на, допустим, 50% генерации. И для модели Depth, и для модели IP-адаптера. Сделаем то же самое. На 50% отключим и один Ctrl-Net, и второй, и дадим дальше изображению нормально генерироваться без участия вот этих вот Ctrl-Net. И как видим, теперь изображение получается менее ломаное. Здесь можно еще пару генераций сделать, чтобы там нормальный глаз второй получился. И, соответственно, после апскейла вы получите что-то вот подобное. Апскейл здесь сделан с помощью Ctrl-Net модели Tile. Примеры, как это делать, у меня есть в YouTube и на Boost. Теперь я давайте сгенерирую вот такое вот изображение, покажу, как с ними работать. Здесь, в общем-то, все аналогично. Прописываем Sport Car. В качестве негативного пронда я здесь пишу классический негативный пронд без всяких текстовых инверсий. Остальные параметры, в общем-то, все такие же. Теперь опускаемся ниже. Открываем первую вкладку Ctrl-Net. Включаем ее и выбираем IP-адаптер. Закидываем сюда референсное изображение, которое вы, опять же, можете скачать на Boost. Включаем модель IP-адаптер просто, потому что само референсное изображение у нас сильно отличается от объекта, который мы в итоге хотим получить. И вот этот вот обычный IP-адаптер, он дает немножко побольше свободы. Поэтому выбираем его. Больше здесь менять ничего не нужно. Теперь переходим в Ctrl-Net 2. Включаем его, выбираем Depth, карту глубины и выбираем при процессор ZOE. Давайте теперь закинем наш объект сюда, вот на вторую вкладку Depth. И давайте посмотрим, чем отличается Midas от ZOE. Нажимаем сгенерировать. Эту вот картинку дает Midas при процессорах. И теперь ZOE. С при процессором ZOE картинка получается более засвечена по переднему плану, и на ней меньше деталей на переднем плане. А задний же план остается детализированным. В общем-то здесь больше ничего менять не нужно. Нажимаем сгенерировать. Опять же здесь мы можем варьировать End Control Steps и Start Control Steps. Вот этим вот параметром. Причем как в модели IP-адаптер, так и в модели Depth. И в IP-адаптере мы опять же можем поперебирать разные IP-адаптеры. Например, Light поставить. Давайте сгенерируем с ним, посмотрим, что с ним получится. IP-адаптер Light выдает вот такую вот уже картинку. Ну и давайте уже для сравнения теперь запустим IP-адаптер Plus. Как я говорил, IP-адаптер Plus больше следует референсному изображению, поэтому дает картинку не очень такую. Потому что наше референсное изображение не сильно как бы подходит под вот этот вот объект. А на вот этом изображении я обратно включил IP-адаптер простой, но понизил у него End Control Steps до 0.5. То есть на 50% генерации здесь IP-адаптер отключается и изображение уже генерируется без IP-адаптера. Ну вот эти вот картинки. И вот это вот мы разбирать уже не будем. Это все аналогично делается. А вот этот вот пример мы разберем, потому что здесь процесс немножко отличается. Давайте посмотрим, как это работает. Модель здесь будем использовать другую, Realistic Vision 5, потому что это работа с фотографией. В качестве подсказки я здесь написал пришелец с другой планеты. В качестве негативного промпта задаю текстовую версию, о которых я говорил ранее. Сэмплинг метод, сэмплинг степс оставляем такими же. Переходим ниже, открываем Control-Net. Закидываем сюда первое наше референсное изображение. Это вот этот вот мужчина. Включаем Control-Net. Выбираем IP-адаптер плюс. Остальные параметры оставляем такими же. Переходим на вторую вкладку Control-Net. Включаем ее и закидываем сюда второе референсное изображение. Вот такого вот пришельца. Выбираем IP-адаптер плюс опять же. Остальные параметры не меняем. Нажимаем сгенерировать. Давайте посмотрим, что получится. И здесь будет получаться вот такая вот мешанина из пришельца. В том случае, если вы смешиваете IP-адаптера, то второй IP-адаптер у вас не должен быть от IP-адаптер плюс. Вы должны использовать какой-то другой IP-адаптер. Например, IP-адаптер просто. И вот в этом случае у нас получается уже что-то нормальное. Вот такое вот изображение. Причем при повторных генерациях изображение уже сильно меняться не будет, независимо от того, что у нас сид стоит случайный. Если вы хотите как-то повлиять на конечный результат, то вам следует опять же поиграться вот с этими End Control Steps. И еще как вариант, вы можете поменять местами IP-адаптер просто. То есть, например, здесь использовать IP-адаптер плюс. А в первом случае, где у вас человек, использовать уже IP-адаптер просто. Здесь вам просто следует запомнить, что два IP-адаптера плюс ставить не надо. Друзья, на этом все. Еще раз напоминаю, если вы хотите посмотреть, как делаются вот такие вот буквы, вот такие вот логотипы, вот такая вот замена одежды или изменение лиц на изображении с помощью IP-адаптера. Все это вы можете посмотреть на Boosty. Оно приложено прямо под вот этим вот видео. И все файлы, о которых я говорил, они тоже будут приложены на Boosty. А на этом будем заканчивать. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк. Заходите на наши каналы в Telegram и ВК. Заходите на наш Boosty. Там всегда приложены все ссылки и все файлы. А на этом всем хорошей генерации. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok